У 328 километров федеральных дорог Чувашии новый хозяин. Отвечать за состояние трасс в регионе теперь будет организация Волговятск-Управтодор. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание с руководителями организаций дорожной отрасли. Решение о смене управляющей организации приняло Федеральное дорожное агентство. Само ведомство находится в Казани. Оно будет обслуживать участки трассы М7 и А151. Я настроен очень тесно работать с субъектом, тесно работать с теми подрядными организациями, которые находятся здесь, в Чувашской республике, которые стоят на налоговом учете. Я знаю подрядные организации, они на сегодняшний день оснащены материально-технической базой. Есть те рабочие трудовые ресурсы, которые они имеют, есть лаборатории, есть транспорт, есть машинные механизмы, которые на сегодняшний день должны справиться. Я просто рад могу сказать, что в шаговой доступности руководство данного казенного учреждения во главе с Ильдаром Галяудиновичем будет управлять, работать эффективно в разрешении тех вопросов, которые возникают со стороны водителей, пешеходов, со стороны ведомств, которые администрируют, контролируют, как вопросы безопасности обеспечиваются. Подрядчиком на наших федеральных дорогах выступает организация «Воддорстрой». У нее есть в наличии вся необходимая техника для поддержания хорошего состояния дорог в любое время года. В Чувашской республике состояние федеральных трасс в нормативном состоянии составляет чуть больше 70%. Больше чем на 600 миллионов рублей будут отремонтированы отдельные участки трасс, которые не соответствуют нормативным требованиям. В рамках приоритетного проекта президента России «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтируют 77 автомобильных дорог. В целом на дорожное хозяйство будет выделено около 5 миллиардов рублей. Сделать дороги безопасными – вот главная задача всех заинтересованных в этом ведомств, в частности ГИБДД. К 2024 году на 100 тысяч населения должно быть не более 4 летальных исходов на трассах. В нашем регионе сейчас погибает в несколько раз больше людей. Доля погибших на федеральной трассе очень велика. 72 погибших за прошлый год, они с тяжкими последствиями, значит, и ДТП в основном идут в столкновениях. Если мы отработали с вами, значит, Росавтодором, это даже встречные полосы запрет, то есть тросовое ограждение, она показала положительные результаты, на этих местах уже погибшие даже и не имеются. Другое направление работы – увеличение протяженности участков с фото- и видеофиксацией, особенно на местах проведения дорожных работ. К 2030 году правительство России планирует выйти на нулевой показатель посмертности на дорогах.